Доброе утро! С пятницей вас и наступающим праздником! Вы смотрите утренний эфир на Первом Приднестровском. С вами последний день недели встречаю Дмитрий Доброхотов и Ольга Яковенко. Сегодня, как всегда, самое интересное и позитивное. Мы поздравим всех девушек с наступающим, дадим модные советы, наградим победителей. А также вы узнаете свой гороскоп на сегодня, прогноз погоды на выходные и не только. Пусть это утро обязательно будет добрым. Уж мы постараемся, просыпайтесь. Для того, чтобы утро сразу стало добрее, мы начнем с поздравлений. Чего ждут от праздника дамы, что будут дарить мужчины и самые искренние поздравления прямо сейчас. Международный женский день. 8 марта. Совсем скоро остались считанные часы. Давайте же спросим у наших женщин и у мужчин, какие должны быть подарки, какие цветы, какое внимание. И вообще, что нужно для счастья в День всех женщин? Что происходит в День 8 марта? В День 8 марта происходят чудеса. Какие? Разные. Ну, естественно, это, конечно, цветы. А какие самые любимые цветы? У меня розы. Розы? А у вас? Розы, розы. Розы. Желтые. Честно вам скажу, я цветы не люблю. А что для вас самый лучший подарок для женщины на 8 марта? Самый лучший подарок, я думаю, это внимание. А будет на 8 марта проезд бесплатный для женщин в маршрутке? Не скажу. Не важно, будет там подарок или нет, главное, чтобы все были рядышком. Когда вот весна, все пробуждается, все зарождается. Тем, кто не влюблен, влюбляйтесь. Милые женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам быть красивыми, любимыми, родными, добрыми и ласковыми. Лиза, ну пошли уже, давай работай. Женщинам в этот день принято дарить подарки. Не зря я выбрала, дорогие мужчины, такой план сзади. Это как бы намек. Я думаю, вы поняли. Бриллианты нужно дарить женщинам, обязательно, не только на 8 марта. Желательно каждый день, ну, если нет денег, то хотя бы каждую неделю. Колечко золотое с маленьким брилликом. Ну, скромненький подарочек, в моем понимании, это маленькая бижутерия, это можно колечечко какое-то. Золотое. Золотое. Ну, золотое, тоже не скромненький. Лучший подарок на 8 марта какой? Для кого? Для мужчины или для женщины? Для женщины на 8 марта лучший подарок какой? А, для женщины. Внимание. Спасибо, Максим Степанович. Хорошего настроения, почаще улыбаться, потому что от вашего настроения, от женского настроения, зависит наше настроение. Ой, ничего себе. Вы даже сейчас думаете о себе? Естественно, нет. Чтобы у них счастье было. И очень много позитивных моментов в нашей жизни. Какой лучший подарок для женщины на 8 марта? Огромный букет цветов. Женщина должна мыть посуду на 8 марта. Да. Почему нет? Я думаю, что в этот день можно избавить ее от такого удовольствия. А, то есть оставите посуду в раковине, а 9 марта пусть моет, да? Именно это я и хотел сказать. Который процентов нет. Вот, правильно. А то мне тут некоторые говорят, да, должна мыть. Какое мыть посуду? Уберите это из кадра. Мужики, 8 марта и готовьте, и стирайте, и майте посуду. И вообще, кофе с утра – это обязательно. Никогда не забывать, что вы у нас самые любимые, самые прекрасные. Чтобы у них был успех, хорошо в семье, и чтобы было много денег. Любви, счастья, понимания в семье. Все, спасибо. Подождите, все. Дорогие женщины, поздравляю вас с международным женским днем. Желаю счастья, здоровья, цветения весеннего, благополучия. Восьмый марта! У-ху! Спасибо большое. Все. До свидания. Праздник, полностью посвященный женщинам, отмечается не одно десятилетие. Каждый год в этот день мужчинам приходится решать непростую задачу – как провести праздник и что преподнести женщинам, чтобы этот день запомнился и принес массу приятных впечатлений. Давайте посмотрим, как в Рыбнице готовиться к празднику. Юному джентльмену Владиславу всего шесть месяцев, но он уверенно себя чувствует в роли фотомодели. Малыш еще не совсем понимает, что происходит, однако ему определенно нравятся цветы и особая праздничная атмосфера. Такую необычную фотосессию к Международному женскому дню организовал рыбницкий фотограф Ирина Бодарева. Просто захотелось вот к 8 марта поздравить всех женщин, которых мои знакомые, друзья, и чтобы это было как-то, ну, такое необычное поздравление. Мне захотелось, чтобы это был какой-то маленький мальчик, совсем малыш, чтобы он был в роли джентльмена и с огромным букетом цветов поздравлял всех женщин. И правильно, пусть будущий мужчина уже с пеленок учится удивлять прекрасную половину человечества, но для Ирины и Владимира Воробьевых 8 марта больше, чем просто Международный женский день. Это дата возникновения их семьи. 8 марта мы праздновали в том году свою свадьбу, и это как бы каждый год теперь у нас будет традиция 8 марта отмечать день своей свадьбы. Когда их сын подрастет, он обязательно поздравит своих родителей с этим двойным праздником. А вот ученики 6-й школы уже начали готовить подарки своим мамам на 8 марта. Под руководством учителя технологии Ольги Глаговяк они лепесток к лепесточку создают оригинальные броши в интересной технике. Этой технике более 400 лет. Примерно в 16 веке у девушек появились столь сложные прически, что их требовалось как-то фиксировать. Для этого использовали шпильки. Именно этот китайский аксессуар и дал название древнему искусству «Цунами Канзаши». Именно в этой технике мы и будем делать сегодня брошки. Квадратики разноцветных шелковых лент сворачивают в лепестки, используя технику «Цунами». Такая же техника присутствует в искусстве оригами. В результате получается цветок, который можно превратить в брошь, заколку для волос или украсить им обруч. Когда мы дарим подарки своими руками, мне кажется, это вдвойне мамам, нашим бабушкам приятно, и сестрам также, нашим подружкам. Потому что подарок мы сами его делаем с душой и любовью, вкладываем всю душу того, что мы можем сделать. И мне кажется, то, что мы можем купить, это не такой будет приятный подарок, как сделанный своими руками. Какие еще подарки ждут женщины на 8 марта и какие сюрпризы им готовят мужчины? Об этом мы спросили у рыбничан. Обязательно цветы и хорошее настроение от любимых детей и мужа. Я думаю, что на 8 марта подарю любимое самого себя. Обожаю хризантемы, но это не совсем весенний. А сегодня, наверное, меня порадует орхидея. За всех букетов любят только букет Молдавии. Очень полезно. Любовь, естественно, цветы, если хватит денег и хорошие духи. Розы. Найдем, купим. Все будет нормально. Цветы не зря считаются лучшим подарком для женщин. Ей самой красивой и неповторимой должно принадлежать самое прекрасное и удивительное в природе – цветы. Они наиболее точно подчеркивают ее нежность, элегантность, изящество и красоту. На 8 марта можно подарить мамам, бабушкам, приму, мимозы очень красивые, тюльпаны, разные цветов, резные, голландские, сорта хорошие. Выбирайте подарки для любимых жен, дочерей, мам, сестер. Но самое главное – помните, что подарок, выбранный с любовью, самый лучший подарок к 8 марта. В эти дни с пола, как правило, сметают всю женскую косметику, парфюмерию, шампанское и, конечно, цветы. Кстати, цветы – это самая актуальная тема. Наша съемочная группа побывала на целой цветочной выставке, посвященной Международному женскому дню. И убедилась, что ради женщин всегда создаются только шедевры. В честь прихода весны и Международного женского дня в Доме народных традиций и ремесел проходит выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Цветы нам нежно улыбались. Участники клуба «Самоцветы» выставили свои работы в виде цветов, сделанных своими руками. На выставке представлены многожанровые работы. Это и нетканый габельен, вышивка атласными лентами, вышивка бисером и пайетками, бисероплетение, живопись. Выставка наша посвящена Международному женскому дню 8 марта, а также проходит в декаде Марсушора. Клуб «Самоцветы» был основан мастерами народного творчества еще в 1996 году и с тех пор радуют ценители декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства своими необычными работами. За время своего существования участники клуба не раз занимали призовые места в республиканских выставках, получали множество наград, а в 2000 году клубу «Самоцветы» было присвоено звание «Народный». Каждый год мы проводим такие мероприятия. Мы ежемесячно проводим 2-3 выставки. Есть локальные выставки, есть выездные выставки у нас. В данном случае у нас 4 марта проходит выставка «Цветы нам нежно улыбались». Также на выставке представлены детские работы, кружка вязания подделок «Волшебный клубок». С каждым годом число участников увеличивается. В этой выставке большая часть работ принадлежит новым участникам, вошедшим в состав клуба совсем недавно. У нас дети занимаются с 7 лет и до 15 лет. Дети занимаются в кружке, вышивают бисером, вышивают крестиком, гладью, вяжут крючком, спицами и также делают подделки из бисер. Все желающие могут увидеть уникальные изделия ручной работы в Доме народных традиций ремесел. Выставка будет проходить до конца месяца. У нас в студии сегодня человек, которому бы позавидовали многие мужчины, так как в его подчинении преимущественно женщины. У нас в гостях директор столичной школы номер 18 Сергей Александрович Сердунь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, работа у вас, конечно, специфическая, скажем так. Во-первых, вы директор школы, во-вторых, вы в женском практическом коллективе находитесь постоянно. Расскажите нам об особенностях, потому что многие мужчины действительно завидуют вам. Ну, это есть действительно. Я, кстати, 28 лет работаю в разных женских коллективах. То есть у меня весьма приличный стаж работы вот в таком очень тонком и сложном социальном коллективе, который является женский. Он заметно отличается от мужского. В мужском все-таки больше субординации, таких сугубо официальных манер отношения. Женщины, женский коллектив — это отношения, как говорят, по подружкам. То есть независимо от того, женщина руководитель или, может быть, просто работник школы, но для них свойственны отношения, ну, по принципу, Маша, Лида, Лиза, мужчины, нет, Петр Иванович, там, Марья Петровна и так далее. Ну и разные тоже реакции на различные проблемы, которые возникают, ну, в том числе в школьном коллегии. Мужчины, как правило, рационалисты. Они ищут путь из этой проблемы, из этой ситуации. Женщина начинает сразу эмоционально переживать. То есть она должна первым делом обсудить. И наружу все свои эмоции выплеснуть, позитивные и негативные, а потом уже она приступает к решению какой-то проблемы. Скажите, для вас это сложность или вам приятно? Ну, первоначально, когда я начинал свою профессиональную деятельность как руководителя образовательного учреждения, было, конечно, сложно. Тем более, что я только пришел из армии. В армии я был строго заместителем командира взвода, руководил небольшим подразделением. Там достаточно понятные отношения. И когда я попал в женский коллектив с этими подводными камнями, с этими интригами, с этими непонятными намеками, мне, конечно, было сложно. Но за эти годы я уже свыкся с этой ситуацией. Мне, конечно, приятно, мне интересно работать в женском коллективе. И вот если я 28 лет уже работой, никуда не ушел, то, наверное, мне это нравится. Скажите, вы со своими женщинами поддерживаете только рабочие какие-то отношения или у вас есть, может быть, какие-то дружеские, теплые какие-то отношения? Ну, вот можно так сказать, какие-то семейные. Вы какие-то проблемы решаете, может быть, семейные. Или чисто сугубо личные? Конечно, каждый мужчина, руководитель, он сам определяет стиль взаимоотношений в коллективе. Кто-то вот строго начальник. Да, да, да. Кто-то порой становится подружкой. Вот я стараюсь, будучи по характеру весами, стараюсь выбрать разумную середину. То есть быть в определенной степени дипломатом. Сочетать и качества, которые присущи строгому руководителю. И в то же время понимаю, что в женском коллективе надо быть добрым душой, отзывчивым, порой быть той жилеткой, в которую может поплакаться женщина. И, конечно, стараюсь поддерживать доверительные, дружеские отношения со всеми женщинами в коллективе. Но при этом все-таки соблюдаю определенную субординацию, за которой уже та грань, которая с моей точки зрения для руководителя недопустима. То есть я не хочу превратиться в подружку. Ну, это правильно. Скажите, как вы поздравляете своих женщин? Ну, у нас существует, кстати, традиция, и это, наверное, в большинстве образовательных коллективов, где 90-95% женщины, мы, например, совмещаем два праздника. День защитника Отечества, 8 марта. И празднуем это как раз в преддверии 8 марта. У нас небольшой огонек, где дети дают концерт, приходят гости, наши депутаты, спонсоры, которые поздравляют наших женщин. Ну, и отчасти уже по ходу дела мужчин с прошедшим праздником. И затем у нас небольшой огонек, на котором мы нашим женщинам дарим какие-то маленькие подарочки, говорим добрые слова, стараемся передать им тепло наших сердец. Ну, то есть сделать им, доставить им приятное и сделать удовольствие. Как меняются женщины? Вам же приходилось не один год наблюдать за ними. Становятся ли они сильнее духом, мужественнее? Ну, женщины, в принципе, конечно, меняются. Меняется жизнь, меняемся мы все, а женщины в первую очередь, и женщины просто более ответственные. В отличие от нас, мужчины. Да не будет это звучать для нас обидно. Почему? Потому что у женщины на плечах, за ее плечами семья. Да, да. Дети. И мужчины в этом плане, они, ну, может быть, не столько безответственнее, сколько они относятся более спокойно к этим ситуациям. Женщины тоньше эмоционально это чувствуют. Поэтому женщины вынуждены просто действительно становиться мужественнее. И на мужчинам над этим надо подумать. А еще одно, что я хотел сказать. Вот, опять же, в школьном коллективе у нас женщины разных возрастов. Старшее поколение, женщины старшего поколения передают вот хорошие, добрые традиции молодежи и позитивно влияют. А в то же время молодежь зажигает, скажем, женщин более старшего возраста, ну, вот своей такой энергией, новым взглядом на жизнь. Заставляет их переосмыслить тоже роль женщины в современном обществе. Ну что ж, и напоследок ваши поздравления вашему коллективу, ну, и всем женщинам в Приднестровье. Я хотел бы обратиться вначале к мужчинам. Так. Это звучит несколько необычно. И хочу сказать, дорогие мужчины, прежде всего от нас с вами зависит то, как наши женщины будут чувствовать себя не только на 8 марта, но и в течение всего года. Поэтому постарайтесь каждый день подарить нашим женщинам улыбку, ласку, внимание, заботу, доброе слово. Выслушайте ту проблему, которая беспокоит вашу вторую половинку. И тогда они действительно будут счастливы не только 8 марта, но и всю жизнь. А вам, дорогие женщины, наши самые лучшие, самые красивые. И вообще, я считаю, что женщины Приднестровья – это лучшие женщины в мире, потому что они соединили в себе лучшие качества тех народов, которые проживают на нашей небольшой, но очень благодатной земле. Я вам хочу пожелать любви, чтобы вы нравились не только мужчинам, но и сами себе. Это сжигает вас такой внутренний огонь, делает вас обаятельными, чтобы вы были обласканы вниманием всех своих близких. Ну и чтобы, идя по улице, чувствовали на себе внимательный взгляд проходящих мимо мужчин. Ой, какие хорошие пожелания. Ну и напоследок, вам от наших партнеров, спонсоров компании Тианда, эксклюзивная линия косметики. Я думаю, эта косметика найдет свою хозяйку. Спасибо. Кстати, мои женщины пользуются этой косметикой. Это не в качестве рекламы, это действительно так. Тем более. Да, и будет приятно. Вам спасибо за то, что пришли, спасибо за беседу и поздравления. Спасибо. И вас тоже с наступающим праздником. Спасибо огромное. Спасибо. Польза чтения очевидна. Хорошие книги расширяют кругозор человека, обогащают его внутренний мир, делают умнее и положительно сказываются на памяти. В проекте «Время читать» на нашем телеканале о своих любимых авторах и произведениях рассказывают журналисты, общественные деятели и люди искусства. Ведь всегда есть время для чтения. Ольга Форш перелистывала в санаторий жалобную книгу. Обнаружила такую запись. В каше то и дело попадаются лесные насекомые. Недавно мне за ужином встретился жук-караед. Как вы думаете, спросила Форш, это жалоба или благодарность? Ну, вот еще кое-что из Довлатова. Это было в 70-е годы. Булату Акуджаве исполнилось 50 лет. Он тогда пребывал в немилости. Литературная газета его не поздравила. Я решила отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестандартный текст, а именно «Будь здоров, школяр». Так называлась одна его ранняя повесть. Через год мне довелось познакомиться с Акуджавой. И я напомнил ему о телеграмме. Я был уверен, что ее нестандартная форма запомнилась поэту. Выяснилось, что Акуджава получил в юбилейные дни более 100 телеграмм. 85 из них гласили. «Будь здоров, школяр». Сегодня, 7 марта, стартуют зимние Паралимпийские игры 2014, которые продлятся до 16 марта. Они пройдут в южном российском городе Сочи, где, как известно, недавно завершились 22-е зимние Олимпийские игры. И по традиции, по окончании основных игр на тех же спортивных объектах и аренах проводятся зимние Паралимпийские игры. Ну, а что еще интересного произошло в мире в этот день, знает Мария Пантази. Здравствуйте! Я, стараясь ответственно выполнять миссию исторического гида нашей программы, подготовила для вас небольшой обзор событий, которые происходили в разные годы, но неизменно 7 марта. В далеком 1824 году в Париже прошел музыкальный концерт, главным героем которого был 12-летний мальчик. Успех превзошел все ожидания. Имя этого юного виртуоза Ференс Лист. Величайший пианист 19 века, тогда еще с приставкой «будущий», родился в Венгрии, но уже в раннем возрасте с отцом отправился в Париж. Его целью была консерватория, но туда принимали только французов. Для Листа двери были закрыты. Несмотря на тяжелое финансовое положение, отец Ференса решил остаться в Париже. А мальчик, по сути, вынужден был выступать, чтобы заработать деньги. Так началась его профессиональная карьера, которую простой не назовешь, но от этого она окажется еще более великой. Отмечу еще, что в 1876 году американский ученый Александр Белл получил патент на изобретение телефона. Такого привычного и уже необходимого для нас изобретения. Любопытно, что Белл изначально хотел создать гармонический телеграф, с помощью которого можно было бы по одному проводу передавать сразу несколько телеграмм. Но получилось у него в итоге устройство по передаче и приему звука на расстояние. В том же году Белл продемонстрировал свое изобретение на первой электротехнической выставке в Филадельфии. Начало было положено, затем прогресс было не остановить. Аппарат становился все более многофункциональным. Считается, что 7 марта 1933 год – день появления в Монополии – одно из самых популярных настольных игр в истории. Американец Чарльз Дэро в самый разгар Великой депрессии решил продемонстрировать свое изобретение представителям компании «Паркер Бразерс». Его проект отклонили, обнаружив 52 ошибки в дизайне. Но неутомимого Дэроу это не остановило. Он решил выпустить игру своими силами и продал в итоге 5000 самодельных копий. С возросшим спросом он уже справиться не мог. Вновь обратился к компании «Паркер Бразерс». И, как вы понимаете, проблем уже не возникло. Началось массовое производство игры, которая уже через полгода стала самой продаваемой в Америке. Вот такая история успеха. И все же история не только в событиях, а может и не столько. Она прежде всего в судебах, личностях и биографиях. Пришло время рассказать о тех, кто родился 7 марта. Этот день подарил нам следующие имена. Анна Маньяни. Год рождения 1908. Одна из самых известных европейских актрис середины 20 века. Первая итальянская актриса, удостоенная премии «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Татуированная роза». Андрей Миронов. Год рождения. 1941-й. Советский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Один из главных героев советского кинематографа. Александр Печел. Год рождения 1959-й. Главный санитарный врач Приднестровья. Я, что называется, пользуясь случаем, поздравляю всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и желаю всем увлекательных выходных. До встречи на следующей неделе. Сегодня ему бы исполнилось 73 года. Он родился 7 марта, но счастливые родители решили, запишем 8-го. Пусть будет подарком для всех женщин. Как в воду глядели. Правда, подарком он стал абсолютно для всех, невзирая на пол, возраст, профессиональную принадлежность и прочие разделения. Андрей Александрович Миронов. Легенда советского кинематографа. Он родился в артистической семье. Его мама, актриса Мария Миронова, выходила на сцену все 9 месяцев беременности. В роддом ее увезли прямо со спектакля. А за пультом тогда дирижировал Александр Минакер, отец будущего артиста. Когда поднялся занавес, он увидел, что жены нет на сцене. И сразу понял, увезли в больницу, где в скором времени родится их первенец. Казалось бы, Миронов рос в актерской среде, но родители не предполагали, что сын пойдет по их стопам. Решение поступать в театральное училище имени Щукина Андрей Миронов принял самостоятельно. И навсегда решил посвятить себя актерскому ремеслу, преданным которому он был до конца своих дней. Глядя на Миронова, кажется, будто все о нем знаешь. На экране мы видим легкого, элегантного, музыкального и обаятельного актера. Есть абсолютное ощущение, что все это дано ему от природы. Но на самом деле за всей этой кажущейся легкостью стоит колоссальная работа. Близкие актеру люди говорят, что у него была масса комплексов и страхов, с которыми он боролся всю жизнь, и стоило ему это титанических усилий. Он играл на преодоление, но так мастерски, что никому и в голову не могло прийти, что актеру Миронову что-то тяжело дается. Он с детства был склонен к полноте и считал ее сущим проклятием. Предательская полнота еще простительна мальчику в коротеньких штанишках, но никак не ему, известному артисту. Так что Миронов буквально приговорил себя к изнурительным тренировкам, всегда следил за собой. Особое внимание уделял и одежде, всегда выглядел так, будто сошел с обложки журнала. Он невероятно боялся высоты, но никто об этом не догадывался. Он всегда сам вызывался исполнять все трюки в картинах, каждый раз преодолевая свой страх. Кроме того, Миронов всегда много пел. Опять-таки кажется, что у него врожденный слух. Но на самом деле голос его фальшивил. Он часами репетировал, чтобы потом на съемочной площадке или театральной сцене выдать очередной невероятно привлекательный музыкальный номер. Свой блистательный образ он собирал по крупицам, доказывая всем и самому себе, что характер – это и есть судьба, и она в твоих руках. Миронов много играл в театре, участвовал в творческих встречах. Он хотел везде успеть. Первой же его работой в кино была роль в картине «А если это любовь?». Это 1960 год. Буквально через несколько лет его узнает вся страна. Одна за одной будут выходить блестящие премьеры. Берегись автомобиля, бриллиантовая рука, старики-разбойники, невероятные приключения итальянцев в России, соломенная шляпка, небесные ласточки, 12 стульев, трое в лодке, не считая собаки и далее, далее, далее. И, наконец, человек с бульвара Капуцинов. Это 1987 год, последний в жизни Андрея Александровича. Как только закончили съемки фильма, он спешил в Ригу. Там был назначен спектакль «Женитьба Фигаро», где актер играл главную роль. Ему станет плохо прямо на сцене. Миронов никогда не отличался завидным здоровьем, часто работал, превозмогая сильные боли. Но не хотел тратить бесценное время на лечение, не выносил больниц. Он очень спешил жить, будто зная, что отведено ему будет не так много. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Напомним, сегодня пятница, 7 марта, и вот наш общий гороскоп для всех знаков. Романтический период ждет все знаки зодиака в 7 день марта. Это удачный момент для встреч и новых знакомств. Однако звезды не советуют отдаваться без остатка новому увлечению. Стоит слегка повременить. В семейной жизни избегайте излишней эмоциональности и постарайтесь не ввязываться в конфликты с близкими людьми. Подробный гороскоп для каждого знака смотрите далее. У Овнов сегодня подходящий день для публичных выступлений и посещения светских мероприятий. Вам удается произвести самое благоприятное впечатление на окружающих, продемонстрировать свои сильные стороны и завоевать симпатии влиятельных особ. Тельцам сегодня нежелательно планировать важные дела. Сосредоточиться на них едва ли удастся. Риск ошибок очень велик. Зато вы без труда завоевываете симпатию окружающих. Поэтому для общения этот день очень хорошо подходит. Близнецам стоит поторопиться довести до конца все дела, начатые в последние дни. Сейчас влияние благоприятных тенденций сильно, но чуть позже оно пойдет на спад, а это значит, что могут возникнуть трудности. Наведите порядок в документах, позаботьтесь о том, чтобы у вас не осталось задолженностей. Очень благоприятный день сегодня у раков. У вас получается все, что было задумано. Удается достичь поставленных целей, решить как профессиональные, так и личные проблемы. Вы не тратите время зря, поэтому успеваете добиться гораздо большего, чем представители других знаков. Первая половина дня Львов складывается очень удачно. Она обещает интересные встречи, успех в делах и денежные поступления. Даже с самыми сложными делами вы справляетесь быстро, решения принимаете правильные, никому не позволяйте сбить вас с пути. Если девы вдруг захотят несколько лучше разобраться в событиях, которые происходят вокруг них, просто подождите пару дней. Все вопросы, в которых вы пытаетесь разобраться, сейчас окутаны туманом и неясностью, спровоцированной как объективными обстоятельствами, так и каким-то недоброжелателем. Спокойный, плодотворный день, хорошо подходящий для работы, в том числе сложный, сегодня у весов. Удается найти общий язык с коллегами, с которыми вы раньше не ладили. Даже в случае разногласий с партнерами удается одержать в рамках конструктивной дискуссии и избежать конфликта. Скорпионам звезды советуют отложить на сегодня все важные дела. Этот день сложен и едва ли вам удастся справиться с ними так быстро, как хотелось бы. Если на этот день назначены какие-то важные встречи, не отправляйтесь на них неподготовленными, не рассчитывайте на свою способность импровизировать. Стрельцам звезды советуют заниматься тем, что у вас хорошо получается. Это не тот день, когда необходимо плыть против течения, демонстрируя упорство и силу духа. При правильном распределении усилий вы сможете добиться блестящих результатов, чем поможет, помимо прочего, и ваше природное обаяние, которое сегодня будет совершенно неотразимым. У козерогов сегодня очень удачно первая половина дня. Постарайтесь использовать это время максимально плодотворно. Вы успешно решаете рабочие вопросы, не упускайте возможности укрепить свои профессиональные позиции, продемонстрировать деловые навыки, знания и умения. Водолеи могут полагаться на интуицию абсолютно во всем. Сегодня она вас не подведет. Не бойтесь решать в одиночку вопросы, которые касаются не только вас. Ошибок вы не допустите. Путь решения проблем выберите оптимальный. Первая половина дня рыб – время для творчества. Вам не трудно будет даже в каких-то привычных событиях и явлениях увидеть нечто необычное, а также найти достойное применение своим талантам и способностям. Итак, мы готовы огласить результаты конкурса от магазина авторского креатива. И самое время порадовать себя и, конечно же, милых дам подарками ручной работы, изготовленных специально к 8 марта. Напомним, что для того, чтобы побороться за них, нужно было со вторника по четверг принимать участие в конкурсе. Самые внимательные и эрудированные отвечали всю неделю на наши вопросы, чтобы победить. И сейчас мы узнаем их имена. Итак, кулинарная книга достается Елене Бессоновой. Неувядающий цветок получает Мария Ушакова. И весеннего ангела заработала Екатерина Иванова. Еще раз всех поздравляем! Участвуйте, побеждайте и выигрывайте! После затянувшейся пасмурной недели хотелось бы хоть к празднику увидеть на небе солнышко. Думаю, что оно обязательно появится. Мы, мужчины, постараемся сделать для этого все. Посмотрим. Рубрика «Метеогид» и прогноз погоды на выходные далее. Может, только мне кажется, но погода сейчас стала модной темой. О ней судачат бабушки на лавочках у подъездов, говорят маститые ученые и политики. Вот и я поддалась этому модному веянию. О прогнозе на последний будничный день и грядущие выходные расскажу вам прямо сейчас. Ну а чтобы вы не думали, что я сочиняю погоду, имейте в виду, достоверность нашего метеопрогноза велика, ведь предоставляет его нам Республиканская служба синоптиков. Самой мрачной из этих трех дней, пожалуй, окажется пятница. Все дело в том, что именно сегодня мы окажемся на северной периферии циклона, который снабдит нас хоть и кратковременными, но осадками. Смягчающие обстоятельства в этом мокром прогнозе – температура. Если бы не сырость, дневные 6-9 выше нуля вполне сошли бы за весенние градусы. Ветер на протяжении всех трех дней останется верен северо-восточному направлению, сила которого будет колебаться от 6 до 10 метров в секунду. Что же до субботы, которая в этот раз носит статус праздничной, то погода в этот день делится на до и после. Первая половина дня будет в плену циклона, который после полудня сместится на восток, а его место займет антициклон. Который скажется не только на облачности, но и существенно приподнимет настроение. Ясная в этот и следующий день погода только с переменной облачностью. Кстати, антициклон даст небольшое понижение ночных температур. Зато днем 7-10 градусов со знаком плюс в субботу и 9-12 положительных в воскресенье. А если вы все еще верите приметам, пожалуйста, народная мудрость сегодня гласит, присмотритесь к небу. Если облака будут высоко висеть, скорее всего это к затяжным дождям. Туман же по вековым наблюдениям свидетель дождливого лета. И пользуясь эфирным временем, женщины с наступающим, вы украшение этого мира. Каблуки Каблуки это, конечно, красиво, но вот безопасно ли? Для того, чтобы выяснить все плюсы и минусы такой обуви, мы пригласили в студию врача-травматолога Гаян Сергея Михайловича. Доброе утро! Доброе утро! Впереди праздник, девушки будут стараться быть красивыми. Дружие, да, красивыми, и, конечно, без каблуков никто не собирается обходиться. Но давайте поговорим о пользе или, наоборот, о вреде каблуков. Какая длина каблука допустима? Ну, значит, в принципе, даже еще во времена Советского Союза, значит, допустимый по ГОСТу. Высота каблука считалась максимум до 4 сантиметра. Больше не рекомендовалось. Значит, ну, чем чревато ношение более высокого каблука? Значит, во-первых, как по нашей части, по травматологу, значит, это очень часто травматизм. То есть подморачивается, да, нога, значит, и банально от вывиха и растяжения до переломов. Даже очень сложных переломов, которые заканчиваются даже оперативным лечением. Значит, другая сторона тоже плохая по части ношения каблуков. Значит, если так в норме опора идет на пятку, на область первого пальца и мизинца, то, когда женщина носит каблук, то получается, что пятка подвисает в воздухе. И опора идет на первый палец и на мизинец. И тем более, если мысик обуви еще узенький получается, то вся нагрузка идет на первый палец, то есть идет деформация этого первого пальца. То есть, получается, сустав воспаляется в области первого пальца и деформирование пальца, значит, который приводит также в дальнейшем к оперативному лечению. То есть, терапевтически это не исправишь никак. И в дальнейшем из-за того, что искривляется первый палец, идет и так называемая молоткообразная деформация второго, третьего пальца, которые также заканчиваются оперативно. Они даже удаляются, потому что исправить это потом невозможно. Значит, чем еще опасно? В принципе, банальные те же натоптыши, мозоли получаются. Вот такая проблема, как косточка. Она тоже зависит от каблуков, от ношения каблука? Ну, вот то, о чем я разговаривал, как в народе говорят, косточка. Это вот деформация, это называется хальс-вальгус, то есть деформация в области первого пальца, там сочленение плюсовой кости и первого пальца. Но я почему-то слышала, что вот такая деформация образуется от того, что узкая обувь не зависит от ношения каблука. Да, конечно, узкая обувь этому способствует, но именно ношение каблука еще быстрее влияет на это, потому что нагрузка еще больше идет на эту область. Скажите, а вот 4 сантиметра, как вы говорите, допустимая цифра, она по-любому несет какую-то нагрузку на позвоночник? В принципе, нагрузку на позвоночник, да, конечно, несет. Поэтому вообще рекомендуется, даже если хочется носить каблуки, делать это 2-3 раза в неделю, ну и по 2-3 часа в день, конечно. Ну, это рекомендуется, там уже... То есть лучше девушкам одевать каблуки с утра, приходить на работу и переобуваться? Ну, по возможности, да, если есть такая возможность, конечно, чередовать с более удобной обувью. Ну, в принципе, желательно, конечно, и на эту обувь, что на каблуках, носить есть специальные супинаторы, стелечки такие, потому что чем еще чревато получается и деформация стопы. То есть свод стопы также меняется, что приводит к плоскостопию. То есть поэтому, конечно, желательно носить, возможно, специальные эти стелечки, супинаторы, чтобы не было деформации. Какие-то процедуры существуют, вот если женщина переборщила с каблуком, я имею в виду, там, слишком высокий, или она целый день провела на каблуках? И пришла, и ноги гудят. Да, ну, в принципе, конечно, это снять обувь с каблуком, ношение легкой обуви, массаж легкий, специальный крема, потому что к чему еще приводит ношение каблука? Это к тромбофлебитам, варикозное расширение вен. Также вот если за целый день, ноги отекают. Еще одна проблема – это приводит к артриту голеностопного сустава, потому что постоянная нагрузка, ну, сустав меняется, артроз, а потом идет воспаление сустава, что приводит к артриту, то есть тоже очень нехорошая вещь. Вы можете в цифрах привести, какую нагрузку на позвоночник несет каблук? Ну, в принципе, на позвоночник, если, к примеру, вес идет нормальный, то есть пропорциональный, то небольшая идет нагрузка. Именно в цифрах я вам не скажу, конечно, но если, к примеру, вес уже чуть превышает, то нагрузка идет более-больше. Поэтому даже беременным женщинам также не рекомендуется носить каблук, потому что увеличивается нагрузка и на позвоночник, и на органы малого таза идет нагрузка. Ну, вот в среднем какие цифры, сколько времени приводит к тому, что уже последствия такие негативные довольно-таки на ногах появляются? В принципе, это тоже зависит от того, с какого возраста начинают носить. Потому что тоже молодым девочкам, еще подросткам не рекомендуется, потому что скелет только формируется. Поэтому чем раньше начинают носить, особенно в молодом возрасте, тем быстрее развивается. Если, к примеру, женщина уже начинает носить, когда скелет сформировался, то явно, что это может туда в более пожилом возрасте проявиться. Если начинают носить с молодого возраста, то и буквально через 5-6 лет могут быть уже эти проявления. Итак, надеемся, ваши советы помогут. Девушки ими обязательно воспользуются и будут беречь свои ножки. Да, обязательно. Вот. Ну и напоследок ваши предпраздничные поздравления женщинам. Да, значит, в преддверии праздника 8 марта хотелось пожелать всем нашим женщинам счастья, здоровья, чтобы всегда были любимы для своих любимых, чтобы улыбка всегда была на их лице. И, конечно, чтобы они всегда нас радовали, ну и мы будем их радовать. Ой, спасибо. И напоследок подарок от наших постоянных спонсоров компании Тианде, эксклюзивная линия косметики. Вот. Я думаю, что один подарок у вас уже как минимум есть. Вам спасибо огромное за советы, за то, что пришли. Вот. Отличного дня. Поменьше вам пациентов. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Воскресенье 9 марта 18.00 в Государственном культурном центре Дворец Республики Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу в сопровождении Большого оркестра покажет балет в трех действиях «Дон Кихот». Нашей съемочной группе удалось побывать на репетиции балета и одним глазком посмотреть на то, что ожидает приднестровского зрителя. Те, кто следит за культурной жизнью в столице, уже, наверное, знают, что Дворец Республики рад приветствовать Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу в сопровождении Большого симфонического оркестра не только сегодня, но и в воскресенье. В рамках фестиваля «Марцишоры» Международного женского дня приднестровского зрителя ждет щедрый подарок. Чего только стоит одна из популярнейших в мире – оперетта «Веселая вдова». Кстати, в таком сложном жанре у театра есть только две постановки. Первая – «Летучая мышь», зарекомендовавшая себя еще в начале 90-х, и «Веселая вдова олигара» 12-го года нового столетия. Сделанная в русском варианте параллельно оригиналу, впрочем, не лишенная национального колорита. Оперный вокал, драматическая толика и пластика. Работа актеров в этом жанре требует большого таланта и самоотдачи, будь то партия первого или второго плана. Обладателям таких способностей, кажется, и замены нет. Когда поешь с температурой 39,7, потом месяц лежишь с осложнениями. Недавнюю оперету я пела тоже с очень больной. Это у нас была летучая мышь буквально полторы недели назад. Вот до сих пор выкарабкиваюсь, чтобы войти в форму. Этого в зале никто не знает, но знают только коллеги, знают доктор, и ты сам знаешь, и на тебе лежит такая ответственность, потому что знаешь, что замены нет, выхода нет, и нужно петь. Мы стараемся, чтобы это не было заметно в зале, потому что она у нас огромная ответственность. Кстати, что сегодня с оперетой, так и в воскресенье с балетом, театр приезжает в полном, оригинальном составе. Это больше ста человек. Только одни декорации потребуют двух фургонов транспорта. Чтобы обеспечить место для оркестров, канун приезда кишиневских гостей в Большом зале Дворца Республики уже ведутся приготовления. В пользу качества музыкального сопровождения во время балета и опереты, увы, даже приходится убрать три первых ряда зрительских кресел. Чего только не сделаешь для того, чтобы зритель получил не только эстетическое удовольствие, но и по достоинству оценил музыкальное сопровождение. Второй подарок – воскресный балет в трех действиях Дон Кихот. Любопытно, что роли в нем исполнят ведущие танцоры театра. Кристина и Алексей Терентьевы. Таких балетных пар можно по пальцам пересчитать во всей Европе. Особенно ценные солисты балета танцевали во всех классических музыкальных произведениях театра. Кроме того, они еще и законные супруги. Так вот, по Сервантесу в этот раз они тоже любят друг друга. Вдохновляйтесь, ведь такие часы удовольствия случаются нечасто. На сегодняшний день самая дорогая версия игры «Монополия», вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, сделана из чистого золота и стоит она 2 миллиона долларов. Игровое поле выполнено из 23-каратного золота. Домики, карточки и фишки из 18-каратного. Все предметы украшены драгоценными камнями – рубины, алмазы, сапфиры. Отдельно взятые игральные золотые кости с бриллиантами вместо точек будут стоить 10 тысяч долларов. В общей сложности на создание уникальной «Монополии» ушло 165 драгоценных камней. Создал этот шедевр ювелир-дизайнер из Сан-Франциско «Сидни Мобл» в 1988 году, работающий над ней целый год. Об игре мы заговорили недаром, ведь сегодня она празднует свой день рождения. Одна из самых популярных современных настольных игр – это, конечно, «Монополия». Она продается более чем в 100 странах и переведена на 26 языков, обучает торговле недвижимостью и обращению с деньгами. История создания этой игры весьма поучительна. «Монополия» появилась на свет в США во времена Великой депрессии, когда миллионы американцев остались без работы, в том числе и Чарльз Дэрроу. Бывший продавец теплового и инженерного оборудования однажды вечером, сидя на кухне, разрисовывал клеенку кухонного стола названиями улиц. Он разместил на них сервисные компании и разного рода недвижимость, вырезал домики и отели для своего игрушечного города, специальные карточки, обозначающие различную собственность, а также нарисовал игрушечные деньги. С тех пор семья Дэрроу по вечерам собиралась на кухне, покупала, продавала и брала в аренду самую разную собственность. Настоящих денег у них было очень мало, а игра позволяла представить себя богачами. Друзья семьи, которые заходили в гости, тоже приобщились к игре. И чтобы попрактиковаться, дома заказали у Чарльза набор для себя. Спрос возрастал по мере распространения рекламы игры из уст в уста, и Дэрроу стал продавать комплекты по 4 доллара. Так ему удалось продать около 100 наборов. Вскоре перед Чарльзом стал выбор взять в суду на производство или продать свою игру крупной компанией Parker Brothers. И Дэрроу выбрал второй вариант. Но в 1934 году братья Паркера отклонили проект из-за 52 фундаментальных, на их взгляд, ошибок. Тогда с помощью друга Чарльз издал 5000 печатных экземпляров монополии. Руководство магазина Филадельфии, куда он принес свое изобретение, оказалось более сговорчивым, чем Parker Brothers. И все 5000 экземпляров разлетелись с безумной быстротой. Вот тут-то семейство Паркеров призадумалось и пригласило Дэрроу на повторные переговоры. А дальше началось стремительное завоевание монополией всего мира. Сами посудите. С 1934 года в монополию сыграло более 1 миллиарда людей в 111 странах мира. За это время было продано почти 500 миллионов экземпляров. Если вы не относитесь к числу людей, которые по статистике хоть раз играли в монополию, заполните этот пробел прямо сейчас, сыграв партию другую в эту легендарную игру. Доброе утро! С пятницы вас и наступающим праздником! Вы смотрите утренний эфир на Первом Приднестровском. Мы продолжаем. С вами последний день недели встречают Дмитрий Доброхотов. И Ольга Яковенко. Сегодня, как всегда, самое интересное и позитивное. Мы поздравим всех девушек с наступающим. Дадим модные советы, наградим победителей. А также вы узнаете свой гороскоп на сегодня, прогноз погоды на выходные и не только. Ну а прямо сейчас утренний выпуск новостей. После мы вновь будем с вами. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Доброе утро! В студии с новостями Татьяна Коркина. События на Украине и в частности в Крыму уже несколько недель в центре внимания мировых и российских СМИ. Крым готовится к референдуму и уже заявляет о желании вступить в состав Российской Федерации в качестве одного из субъектов. Политики, эксперты и журналисты спорят, возможен ли такой сценарий. Многие приводят в пример Приднестровье. Сегодня на вопросы представители телеканала «Россия-24» ответила заместитель председателя правительства республики, министр иностранных дел Приднестровья Нина Штанский. «Россия-24» – телеканал, круглосуточно вещающий в информационном формате. О судьбе Украины журналисты рассказывают в каждом выпуске новостей. Особенно остро освещается вопрос крымской автономии и желания крымчан войти в состав России. Аналитики канала вспоминают в этой связи и другие так называемые «горячие точки» на постсоветском пространстве. В качестве примера говорят о Приднестровье. Радикально настроенные украинские политики в последние дни все чаще пытаются провести параллели между Крымом и Приднестровьем. Ну, вторят им и на Западе. Мол, Москва хочет создать между Украиной и Россией некую буферную зону. При этом о традиционно сильных пророссийских настроениях как крымчан, так и приднестровцев умалчивают. Сегодня на вопросы представителей России 24 ответила заместитель председателя правительства республики, министр иностранных дел Приднестровья Нина Штанский. Российский телеканал интересовала ситуация в республике, а также развитие двусторонних отношений с Российской Федерацией. Наши государства, Приднестровье, основаны волей людей. И люди основывали нашу страну для того, чтобы выжить, для того, чтобы защитить свое право говорить на родном языке, для того, чтобы сохранять свою многонациональную культуру. Подчеркну, многонациональную, особую совершенно, потому что здесь, в Приднестровье, живут русские, молдаване, украинцы, болгары, гагаузы и многие-многие другие национальности. Так было и 23 года назад, когда республику только основали. Не изменилось ничего и сегодня. Мы по-прежнему боремся за собственную свободу и стремимся к России. Приднестровцы подтвердили это стремление и на референдуме 2006 года, отметила в интервью телеканалу «Россия-24» Нина Штанский. Наш внешнеполитический курс основан исключительно на референдарной политике, то есть он определяется людьми, которые здесь живут. И это основа нашей государственной политики. Последний референдум проводился здесь в 2006 году, когда население Приднестровья, более 97% жителей Приднестровья, подчеркиваю, это не только русские люди, это все жители Приднестровья, включая примерно треть из них, молдаван, высказались за то, чтобы Приднестровье было независимым и чтобы в последующем оно вошло в состав Российской Федерации. Министр иностранных дел республики напомнила, что именно Россия гарант мира на Приднестровской земле. Российские миротворцы защитили молодое государство в 92-м, продолжают свою миссию и сегодня. Россия защищает здесь соотечественников, она не делит людей по национальностям. Финансовая помощь, которая поступает в Приднестровье и, например, направляется на надбавки к пенсиям пенсионерам. Финансовая помощь, которая идет на улучшение питания в детских садах и школах для всех детей. Мне кажется, что на примере Приднестровья политика России в отношении соотечественников видна как нигде лучше. Не обошли российские журналисты и тему Украины. Нина Штанский в эфире телеканала «Россия-24» заявила. Приднестровье не могут не волновать события, разворачивающиеся в соседней стране. В Приднестровье проживает примерно треть населения этнические украинцы. В Приднестровье проживают уже более сотни тысяч граждан Украины. И в Приднестровье очень хорошо знают, что не может быть у государства таких политических целей, которые стоили бы жизни людей. В завершении интервью глава внешнеполитического ведомства Приднестровья подчеркнула, что в республике надеется, что ситуация на Украине в скором времени стабилизируется. Все лучшее детям. Недавно в одном из столичных детских садов закончили ремонт и установку нового оборудования. Накануне результаты работ проверил глава госадминистрации. На экскурсию в дошкольное учреждение отправилась и наша съемочная группа. Зданию 72-го детского сада уже полвека. За это время особых ремонтных работ здесь не проводили. Дошкольное учреждение маленькое, посещают его всего 85 мальчишек и девчонок. Но, как показала практика, создать комфортные условия даже для такого небольшого количества детей оказалось непросто. Дело в том, что в детском саду 4 группы, а до начала этого года спальных комнат было только 2. Маленькие детские сады очень сложно планировать. У нас и спали не было, и очень мало вспомогательных помещений. И приходится ютиться. Вот в такой группе дети ели, играли и спали. Часть комнаты занимали раскладушки, оставшуюся – столики со стульями и столовая зона. Сейчас условия здесь совсем другие. К зданию детского сада пристроили еще две спальни, купили новые кровати и сделали ремонт в группах. Мой ребенок посещает этот детский сад с самого начала, с младшей группой. И условия, с которыми мы столкнулись сейчас – это чудесные условия, спальни шикарные. В ранчо мы спали в группе, а сейчас мы спим в новых кроватках, и в них удобно и уютно. На первом этаже этого помещения была веранда. Ее полностью реконструировали под группы и утеплили. А второй этаж возводили с нуля. В 2013 год были запланированы достаточно большие средства, по-моему, порядка 600 тысяч. Были выстроены эти две веранды, видите, опирающиеся. Дети переселены, видите, тепло, уютно. Сегодня я хочу сказать, что, наверное, один из лучших детских садов по комфортности для детей. Ремонтными работами не ограничились. Холодильник, морозильник, стиральная машина и конвекционная печь. Абсолютно новое оборудование для пищеблока, прачечной и склада установили совсем недавно. Легче стало и поварам готовить, и лучше поварам стало готовить. И вкуснее все получается. Румяне, котлеты пропекаются хорошо, булочки. Пока глава оценивал новые условия садика, воспитанники готовились к празднику. Они поздравляли своих бабушек, мам и сестер с наступающим женским днем. Кстати, праздничную программу провели в новом актовом зале. Здесь тоже сделали ремонт. Сузанна Авокян и Игорь Харламов. Первый. Приднестровский телеканал. У меня на этом все. Оставайтесь с Первым Приднестровским. И хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok